Прикиньте, она сидит, ей приносят торт, там 27 свечей, естественно. Она сидит и такая, потрахаться бы. Что он сорвется в моменте и меня распополамит. Отдал зубу? Нет. Нормально, нормально, хватает, вот так вот. Тебе конкретные цифры нужны? Такая история есть. Я очень люблю воевать, на самом деле, с хеклерами. Я вообще считаю, что нет запретных тем для шуток. Если это ты делаешь смешно. Всем привет, меня зовут Дмитрий Баш, это канал Speak2Bash. И сегодня у меня в гостях восходящая звездочка стендапа Илья Буржинский. Привет. Здорово. Расскажи немножко о себе. Меня зовут Ильюха Буржинский. Камон. Занимаюсь стендап-комедией. Ведущий, основатель объединения комедийного интро. Прикольный чел. Люблю чай. Ты считаешь себя прикольным челом? Ну, я точно не нормальный чел. Нормальный чел это как кто? Ну, это ничего не означает. Я в какой-то степени прикольный. Как попал в общем мир комедии? Да, довольно все прозаично как будто получилось. Был тяжелый период в жизни и искал себя. Лучший друг, говорит, ты хорошо вроде можешь говорить, шутишь, весело. Давай, может, попробуешь. Мы сходили на открытый микрофон именно как зрители. И все. Я посмотрел такой, блин, я могу это сделать. Я хочу попробовать. Попробовал. Нормально пошло. И почему у вас в тендап комика всегда идет нет никнейма, а всегда имя, фамилия? Я думаю, что это связано с тем, что... Ну, во-первых, хочется продвигать свою имя, фамилию. Свою семью. Просто есть псевдонимы. Никнеймы не нужны. Никнеймы это как-то вычурное. Люди с никнеймами это вот эти люди, которые ездят на эскалейдах, 50 центы. Это все. А нам не нужно. Мы обычные ребята. А, это, кстати, наверное, как раз именно приземляет нас к обычному зрителю. Потому что если есть никнейм, как у рэпера, то он такой, ну, у тебя никнейм, блин, ты какой-то вон там, скорее всего. Ну, либо там, если ты русский рэпер. А когда ты говоришь, вот, меня зовут Такта, это мое настоящее имя. Ну, либо псевдоним творческий, но там в основном никто не разбирается, никто не смотрит в паспорт. Люди такие, да, да, вот, Илюха Бружинский, да, это его имя. Не знаю. Как-то ты сразу коннект с залом. Хорошо. Есть какая-нибудь история из твоей жизни, которую никто не знает? Нет, наверное. Ну, вообще никто. Такого, наверное, нет. Потому что я довольно открытый чувак. Поэтому и в стендапе нахожусь. Расскажи тогда любую историю из твоей жизни. Можно жесткую? Вау. Так-так-так-так-так-так-так. Жесткая история из жизни. Вот здесь не жесткая, а странная. Голуби. Охуели. Короче, шел по улице. И я не знаю, что-то мне нашло. Я не помню, было ли 16, по-моему. И летит несколько голубей. Я такой, как-то вы очень, ребят, это, близко прям ко мне летите. Мне не нравится. И прилетает один голубь. Я такой, если второй голубь летит по той же траектории, я знаю, что сделать. И ударил голубя в полете. Ну, это правда. Я даже могу показать двор, где это было. Такая история есть. У меня есть странная фобия. Ну, не фобия, это просто страх некий. Что я живу на первом этаже. Я очень люблю лифты. По нескольким причинам. Причина номер один. Я не понимаю, как в правиле этикета я должен пропускать ли женщину вперед. Либо проходить вперед сам. Это очень странное, необоснованное правило какое-то. Ну, в смысле, нет железобетонных правил. И вторая причина. Это я боюсь, что я, когда захожу в лифт на каком-то высоком этаже, что он сорвется в моменте и меня распополамит. Вот такой у меня страх. Вот такой человек. Украл в полушке киткат в 12 лет. Вот. Вчера вспоминал. И еще лупу за 10 рублей. В товарах все по 10 рублей. Что неудивительно. А зачем тебе лупа? Я не знаю. Короче, я любил русский сериал про Шарелка Холмса старый. Где вот этот ту-ту-туру-ту-ту-ту. Классический. И он с лупой же был. По-моему. Он был с лупой. Наверное, он был с лупой. Как я еще, откуда я мог взять это вдохновение. И там лежала лупа. Я такой, очень хочу лупу, но 10 рублей нет. Но на самом деле, меня очень сильно съела совесть потом. Отдал лупу? Нет. Что взято, то взято. Извините. Ну все, больше вростом не занимался в целом. Ну, вы знаете, что такое стендап в целом? Вот так. Расскажу, не вопрос. Мы про жизнь просто рассказываем. Но смешно. Вот. Но иногда мы как бы ноем, догоняйте. Но как бы шутим. А если шутка не заходит, мы тупо ноем. Понимаете? Это, ну, отвратительно, если что. Так, ну, интересные истории. Ну, я орал на Хеклера 9 минут. Он сломал мне выступление на первой минуте. А я очень сильно хотел проверить все 10. Плотно, плотно сжал материал, чтобы все 10 проверить. Готовился. И вначале у меня есть шутки. У многих комиков есть шутки с риторическим вопросом. И я обычно в начале, когда ведущий, я предупреждаю о том, что у комиков могут быть риторические вопросы. Если нет прямого к вам прям обращения, то не надо отвечать. А я выхожу, говорю одну шутку, вторую шутку, на третью шутку. У меня риторические вопросы. И тип выкрикивает. А у меня очень плохой день был. Отвратительный день. И я моментально взорвался. Отбил его. И захожу в вторую шутку. А он ее тоже начинает взбивать. Я такой, ладно, хорошо. 9 минут у меня есть. Будешь терпеть. И 9 минут очень сильно песочило. Зал хорошо поддерживал. Но один из моментов был. Он третий раз уже был в этом месте, как зритель. И всегда был пьяный. И он сидел с девушкой впервые. Потому что у меня более-менее хорошая память на зрителей. И я вижу, что... Ну, все, он сидит с девушкой. Я говорю, а тебе вообще не надоело? Я говорю, караван девушек сюда водишь. Я говорю, ты не первая, если что. Она такая, что, чего, какого черта? И все, я давай там дальше. У меня есть шутки, где я в концовке... Я концовку шутки срезал и песочил дальше его. Такая история есть. Я очень люблю воевать, на самом деле, с хекклерами. Мне нравится. Иногда я такой, нет, я не готов, все, просто помолчи. Но зачастую я такой, поехали. Да, давай. Что еще? Был на Comedy Battle когда. Мне редактора говорят, не едь проверять материал, пожалуйста. Потому что ты можешь выступить на плохой зал какой-нибудь. И на измене быть сильно. И не сможешь хорошо сдать материал на самом батле. В любом случае, нехорошо сдал. Я поехал все-таки. Приезжаю в Южное Бутово в Москве. Почему-то я решил, что это самый лучший момент сдать материал. Выхожу, а там день рождения у столика какого-то было. Прямо за столом человек девять. И они вообще не давали комикам говорить практически. Я выхожу, начинаю первую шутку, понимаю, что нет. И просто все остальное время тоже воюю с этим залом. Ну просто песочишь их постоянно и все. Давай поговорим немножко о тебе и твоих родных. Как относятся твои родные к выбору по профессии? В основном нормально. Не очень понимают некоторые структуры. По типу, как можно деньги зарабатывать на этом и так далее. То есть они такие, творческий путь, кайф и люх. Вообще, едь. Но не очень понимают, куда это может привести. Для них стендапы это вот Нурлан Сабуров, Щербаков уже звезды. А такой питерский андеграунд, наверное, может быть, не совсем понимают. Но поддерживают. Поддерживают во всем. То есть всегда, если там у меня бывает моменты, что я такой, мне вот сейчас прям сильно нужна помощь. Они такие, вот, пожалуйста. Брат однажды приехал, старший, посмотреть. Я для него шутку изменил. У меня была добивка обычно... Ну, у нас же целевая аудитория какая там? Типа от 18 до 30 с чем-то лет. А ему там 40 с чем-то. Если будет смотреть интервью, обидится, что я не помню, сколько ему лет. Ну, на 18 лет меня старше, мне 26, посчитайте. Короче, я изменил добивку на литературную про Достоевского. Я там говорил о том, что... Я зациклил шутку и говорю, что я хочу, чтобы вы поняли, что эти шутки пишет маленький человек внутри меня. Идиот в идиоте. И вы представления имеете, что я чувствую, когда Достоевского читаю. Я понимал, что в зал вообще, ну так, типа, что? И брат сидит, смеется. Я такой, это для тебя, мужик. Наверное, так, да. Поверь, не хочешь переблять? Да, я ему позвоню потом. Понятно. Слушай, вот тут мне еще такое вопрос, как бы... Сколько ты зарабатываешь на секс-шутках? Да, я не зарабатываю. Ну, в смысле, все, что зарабатывается, инвестируется обратно. Сколько средним стоит ему выступление? Платные выступления, как таковые, я не делаю. То есть я беру деньги как ведущий. Как человек, который приходит на площадку и организовывает мероприятия полностью. То есть вся организация на мне. А так, ну вот, нормально, нормально, хватает. Вот так вот. Тебе конкретные цифры нужны? Ну, вот, 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 вот столичка. Пока что, пока что. Как комик? Как комик, вообще, там, ведро иногда может быть какое-то. Ну, скорее, в основном, то есть ведущий ведро, наоборот. А как комик, я бесплатно. Все для вас, любимые мои. Для вас выступаю бесплатно вообще. Отличненько. Как ты готовишься к выступлениям? Никак. Ну, ты утром проснулся, и тебе вечером выступать, там, при дидутории, грубо говоря, 100 человек. Ты как ты к этому готовишься? Ну, я такой, ой, сегодня выступаю. Кайф. Все. Раньше я прогонял материал дома. То есть ходил, разгонял что-то там по коридору вот так вот. Ходишь как челнок туда-сюда. Сейчас я такой, да все, у меня сет лист накидан, выхожу. Я просто со временем, как будто, может быть, я плохо делаю. Я не знаю. Но мне так проще. Когда у меня все написано, все в блокноте существует, все, выходишь. Главное знать вектор. И все, заучивать шутки тоже плохо. У меня есть шутки, которые я слово в слово рассказываю уже из месяца в месяц. Их прямо иногда видно, что я, типа, да, Илья, мы поняли это, ты знаешь наизусть. Ну, скажи о ком. А я весь материал сейчас буду рассказывать. Ну, у меня про бытовую технику есть. Но это, я в батл увозил этот материал про стиральную машинку. Считаю, что стиральную машинку пора запретить, потому что сложно жить самым лютым расистом в мире. Там же белое с белым, цветное с цветным, так? А я закидываю все сразу, разжигаю межбелевую рознь. Заливаю отбеливатель вот этот, который концентрат скинхеда. Ножик в барабан закидываю, потому что я за белых топлю. Кстати, если выставить не тот режим на стиральной машинке, это уже не стиральная машинка, это прокуратура, потому что сядет все. Кусочек бита из бытовой техники. У меня был момент, я остался жить один, и я такой, я вообще не понимаю бытовую технику. Разносим все в пух и прах. И все. Вообще, мать многому научила. Ее любимая пословица и поговорка была «по синьки шапка, поебенье матери колпак». Спасибо, мать. Мне семь в целом, мы о чем разговариваем. Когда ты работаешь с людьми, у тебя обычно какие-то есть базовые заготовки? Когда ты понимаешь, что люди что-то не реагируют, то ты такой какую-нибудь фига как такую базовую заготовку? Или импровизацию лучше? В основном, ты имеешь в виду, когда я как ведущий разогреваю зал или что? Как комик. Как комик. Как комик. Ну, как комик я знаю, что там у меня, например, есть вот эта рабочая шутка, которая там в 80% случаев работает. Но не-не, не-не-не, эти шутки останутся при мне. Приходите, и услышите тогда. Как ты относишься к шуткам на тему расизма, нету толерантности, сексизма и тому подобного? Я вообще считаю, что нет запретных тем для шуток, если это ты делаешь смешно. Ну, иногда бывают кринжовые шутки. Такой, это не смешно, мне плохо от этой шутки. Как и зал, такой, ауч. Но в целом, не знаю. Много конфликтов, много того, что у нас, типа, все топят за свободу слова, но закручиваются гайки потихонечку, там, типа, религия и так далее. Но тут тоже нужно понимать, если ты выходишь в зал, где сидит стол южан, условно говоря, ну, не надо шутить в эту сторону, потому что неизвестно, как они на это отреагируют. Я иногда спрашиваю, когда я такой, ну, мне хочется узнать, как реагирует зал на плохие, ну, на жесткие шутки, на черный юмор. Я прям спрашиваю, говорю, на жесткие шутки как? Нормально? Хотите, расскажу. А они такие, да, все. Ну, я просто стараюсь еще, не просто выходить, я стараюсь разрывать вот это отсутствие контакта между комиком и залом, как и любой комик, наверное. И я в моменте могу прям поговорить с ними. Типа, как вот это. Иногда у меня шутка недобитая, я говорю, если добивка есть какая-нибудь, напишите. Вся так, не, я положительно отношусь к любому юмору, который смешной. По-моему мнению. Какая-нибудь грань, например, черных шуток, ну, через которые ты не перейдешь? Ну, я просто стараюсь, не знаю, грань как таковой нету, просто я практически стараюсь не шутить по-черному. То есть у меня есть, ну, прям, ну, отдельно где-то забиты очень жесткие черные шутки, грязненькие, но я их не достаю практически, я их пишу в стол. Можешь сказать? Блин. Сейчас я вспомню, которая есть длинная, ну, не длинная, есть подлиннее, а есть покороче. Но я лучше расскажу подлиннее, потому что она не такая отвратительная. В смысле, она, наоборот, отвратительная и не совсем черная, она скорее мерзкая. Так. Есть приложения на телефоны, для отслеживания цикла месячных у женщин. Я считаю, что приложение вообще не на том телефоне, если что. Я считаю, что оно должно быть на телефоне у мужчины. Ему должно приходить пушь уведомление о том, что, чувак, мы сняли тебе номер в отеле, курьер с цветами уже приехал к ней на квартиру, все, все, мы выключили авиарежим, автоматически стоит на твоем телефоне, все в порядке. И вообще, если честно, не очень понимаю мужчин, которые жалуются, когда у женщины месячные. Ведь если у нее в это время еще и диарея, то ты можешь на свой худо, как в Икеа Фуд, получить и кетчуп, и горчицу. Да, мерзко. Отлично. Мне такое нравится. А короткая шутка тогда какая? А, нет, короткую шутку не надо, надо заблокировать точно. Я понял. Хорошо. Так, слушай, вот хотел спросить по твоему бороду, тебе там какие-то воробьи, гнезда не бьют? Нет, нет. Ну, и в Вилле было бы хорошо, я бы дополнительный заработок имел. Ипотека маленькая. Маленькая ипотека вот такая. Как ты за ней ухаживаешь? Никак вообще. Просто расчесываю иногда. То есть никаких фишек нет? Вообще нет. Просто в моменте, почему-то я превратился в этого человека. И все. Просто меня разыскивают, я пытаюсь превратиться в пыль, чтобы меня не увидели. Хорошо. Тебя узнают на улице? Нет, слава богу. Не знаю, как на это реагировать, если честно. Я задумывался об этом, что типа, если я пройду еще чуть дальше, когда уже люди такие, ой, Илюха, я не знаю, как на это реагировать. Но так в основном после мероприятий каких-то, если ко мне кто-то подходит и зритель, и хочет пообщаться, я всегда держу коннект. Ну, то есть мне всегда приятно поговорить, узнать, что это за человек, почему он пришел, что ему нравится, что нет. Поэтому, наверное, это в дальнейшем, если условно так говорить, что там стану более популярным, более популярным, просто популярным, то, наверное, опасаюсь, что это на мне сыграет злую шутку. Что я такой, я хочу со всеми поговорить, вообще со всеми. Вот вам мой номер телефона, все, давайте разговаривать, и там, возможно, много ресурсов буду на это тратить. Что для тебя популярность? Популярность, да я не знаю, признание, признание, когда есть своя аудитория, когда ты можешь собрать зал в 400 человек вот так, когда ты можешь без рекламы просто в сторис себе написать, что, типа, чуваки, у меня новая проверка материала, часовая, приходите, и все, и 400, там, 500 человек набирается. Это уже популярность, я считаю. Ты хотел бы такого? Да, конечно. Что ты для этого делаешь? Работаю постоянно над этим, пишу новый материал, выступаю, запускаю новые форматы, продвигаю, насколько это возможно. С ума схожу на сцене, постоянно. Как это выглядит? Это когда я начинаю кричать, начинаю воевать со стойкой микрофона. Ну, просто, когда я на сцене стараюсь быть самим собой, и зачастую, если я понимаю, что у меня все выходит из-под контроля, я об этом сообщаю. Я такой, ну, все, сейчас я не контролирую ситуацию, бегите, бегите. У меня был момент, когда я закрыл так мероприятие, у меня стойка начала ломаться, я что-то пытаюсь сделать, они меня смотрят, говорят, да все, я говорю, уходите, вам пора точно. Я говорю, потому что, если вы задерживаете еще на 5 минут, кто знает, чем это закончится. Они такие, клево, давай, мы ждем, чем это закончится. Да ты беспредельщик. Ну, нет, бывают еще более жесткие люди. Вообще, воевал на улицах, может, есть, там, дрожался? Ну, не, были моменты, безусловно, я вырос на окраине, поэтому без этого было никак. Не сказать, что про свет, не сказать, что я такой, гроза района, получал, да, но, не знаю, меня избили в детстве, знаете, за что недавно вспоминал эту историю, за то, что я много читаю. Ну, короче, франшиза Гарри Поттера начала выходить, тайная комната, вот это все. И я много читал, потому что читающая семья, в основном, и я так время проводил, мне кайф, вау, книги, клево. И мы сидим, парни обсуждают, это была какая-то там, младшая школа вообще. И мы обсуждаем, они обсуждают книги, вторую часть, а я, там вторая часть, как раз, да, тайная комната. А я уже в середине узника Аскабана, это третья часть, если кто не знает. И они такие, Илюха, что ты, ну, не участвуешь. Я говорю, да мне неинтересно, я уже в третьей книге. А они такие, а что это ты? Я говорю, ну, я не помню, я пытаюсь вспомнить, почему именно, в чем именно я накосячил, но скорее всего, я как-то грубо ответил и огребал. Понятно. А какая твоя любимая книга? Их ряд. Сейчас, наверное, быстро в голову пришло, это Орсон Скотт Карт, Игра Эндера. Эта книга, если не ошибаюсь, она в программе обучения в Америке, в войсках. Вышел фильм, не смотрите, говно, полное вообще. Это братья Стругацкие, град обреченный, клевая, потому что ты, когда прочитаешь эту книгу, у тебя ощущение, что ты прочитал не одну, ты прочитал несколько книг. Не потому, что ты такой, ааа, как много написано, а потому что они настолько часто меняют вектора, с одним и тем же героем делают абсолютно все вещи. Блин, кайф. И третья книга, про Пау-пау-пау-пау, Коран. Так, третья книга, чтобы выбрать, чтобы выбрать. Сейчас скажу, что из последнего меня прям очень... А, ну мне понравилось, ну не сказать, что в топ-3 заходит, просто сейчас вспомню, что она мне нравится. это... Как она называется? Сейчас чисто для комиков. Естественно, Джуди Картер, Библия, комедия. А так, для ребят, которые не комики, это Убить пересмешника. Харпер Ли, если не ошибаюсь, очень нравится. Субтитры делал DimaTorzok